Нифига себе, ребятушки! Вот это я попал, а! Скажите же, да, имперские замашки? Ну, кошмар! Ну, вот зачем вы меня смотрите, да? Когда мы залили вот эту подсистему, там я вывел по углам арматуры, которыми я приварился к профилю самого туалета. Ребят, сегодня не мой день! Насколько символично получилось! Та-да-да-да! Оп! Ребят, еще вот такой вопрос. Не знаете, где на Алиэкспресс купить державу и булаву? Ребята, всем привет! Вот она, красавица наша, немножко уставшая. Сейчас попробуем ее реанимировать, потому что утром она не завелась. Сегодня канал называется «Заводим машину в минус 35 своими руками». Я просто не знаю, что делать! Короче, я утром встал, говорю, семья, мы сегодня едем на стройку, потому что у меня водосточкой забита машина уже два дня. Она вот так стоит. Семья говорит, ну что, поехали, раз ты такой раненый. Поставил аккумулятор, который простоял в ванне час, горячий. Ну, с Богом! Давай! Почти! И все! И она завелась, ребятушки! Ой, ой, возлетаем! Блин, 35 градусов. Если кто-то в Крыму продает недорого землю, звоните, пишите на канал... Сибирь! Все, кто в Сибири, держитесь, парни! О, я придумал! Ребят, сегодня будет тема, называется «Отвечаю на ваши вопросы». Одна из тем, которую я хочу вам рассказать и показать, и объяснить, как я это делал, это тема про мой туалет, дачный туалет. Ребят, ну, отхожее место, понятно, что об этом вслух не говорят, но мы же строители, мы же дачники. Почему бы не рассказать, правильно? Туалет на дачу. Но, но, с небольшим секретиком, вам понравится. Поехали! Приветствую вас, мои строительные друзья на канале «Строим дом своими руками». Сегодня мы опять на стройке, и у меня сразу первый вопрос. А не бывала ли у вас такая ситуация, что вы на стройке комплексуете завести сучкорезку, чтобы соседи не подумали, что вы ранены на голову? Сегодня минус 30, и мы строим. Единственный момент, что строительство сегодня будет у меня оставшейся части карнизов, вам это уже не интересно, потому что снимать четвертый ролик про карнизы, вы просто уже начнете ругаться. И я этого не буду делать. Но сегодня я расскажу вам в процессе работы, когда вот с этим буду отдыхать, я вам расскажу про туалет. Мне надо там кое-какие моменты завершить. Там есть уголки, которые не отделаны. Я их сделаю и покажу вам в деталях, как я его изготавливал. И я думаю, моя история кому-то поможет при изготовлении своего дачного туалета. Пойдемте, я вам все расскажу и покажу. Нифига себе, ребятушки! Вот это я попал, а! Работал сейчас на стройке. И что-то сейчас загорелось. Я не знаю, дом это горит или... Или это лес загорелся. Сейчас пойдем посмотрим. Это жесть! Это жесть, это страшно! Это просто капец! Побежали. Может, чем поможем. Помочь можно чем-то? У вас-то баллона нет газового там? Там газпром подъехал. Там газпром подъехал. А вот это снимается, нет? Нет, она... Ну и все, вот так вот! Ну все, уходим по морению, ребят! Попадать в Передрягин на видео, это у меня, по-моему, судьба такая, блин. Чем мог, помог там, ну, фигня, конечно. Но сейчас уже там опасно находиться, там у соседа баллон был. И просто газовщики приехали, выгоняют всех. Сейчас пожарные должны подъехать. Вот, кстати, минус деревни, потому что пожарные не приезжают сразу. Жесть! Не думал я, конечно, что сегодня у меня будет такой контент. Немножко печальный, потому что парень этот, как казалось сегодня, вообще на смене. И что самое интересное, у него газовое отопление, не печное. С чего он загорелся, мы можем узнать только с вами позже. Но это, скорее всего, старые избушки. А старые избушки, это не очень хорошая опроводка. И опроводки тоже будет моя скоро в самую ближайшую тему, потому что я ее сейчас прокурирую. И сильно много изучаю по этому вопросу. Жесть! Просто жесть! Я, на самом деле, под впечатлением просто нереальным сейчас нахожусь. Это капец! Ну, капец, не капец. Туалет нам надо доделывать. Пойдемте! Ни для кого совершенно не секрет, что самая первая постройка на любом участке, который вы только что приобрели, это, конечно же, туалет. Мы каким-то образом можем обойтись без душа, без домика для проживания или каких-то там других радостей жизни. Без этого, в принципе, можно попробовать как-то обойтись. Но ни на одной стройке невозможно обойтись без туалета. Первая и самая необходимая постройка. Собственно, на данном объекте я и постигал свои азы мастерства сварщика. Почему сварщика? Потому что туалет мы выполнен из металла. Это металлический профиль. 30 на 20 и еще 20 на 40. Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче. Первое. Давайте выберем проект. Тип туалета. Второе. Нужно определить место на участке под строительство. Третье. Определитесь с размерами, материалами для строительства. Ну и четвертое. Конечно же, приступайте к самому строительству, ребята. А теперь о каждом пункте подробнее. Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы. С выгребной ямой или без нее. Если уровень у грунтовых вод на участке высокий, выше чем 3,5 метра, выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы. Иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев, как вот в моем случае первым водоносным слоем на 6 и ниже в метрах с углинистым грунтом, устанавливать можно кабину любой конструкции. Форма и размеры туалетной кабинки далеко не все отличия, которые может иметь туалет. Туалет с выгребной ямой. При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод, обычно весенний. Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в доме для постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть даже меньше. Форма емкости любая, но чаще делают квадратную, иногда круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться от герметичности стыков и дна. Именно из них я и сделал яму на своем строительстве. Чтобы обеспечить герметичность, подкладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины. По-другому глиняный замок, толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возиться неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции, битумной или на основе цемента. Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системы вентиляции. В яму встраивается труба большего диаметра, не менее 100 мм. В своем случае я использовал 140, второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика или дома. Также вентиляционное окошко должно делаться и в самом домике. Оно может быть над дверью или над одной из боковых стен. Ну, тут я, конечно же, накоси порил и сделал ниже сантиметров на 30 вентиляционную трубу и не делал отверстия в туалете. Но, друзья, есть интересный момент наблюдения. За 5 лет запахов в туалете не обнаружено. Хотя, честно говоря, мы им и не пользуемся в таком прям активном пользовании. Так, периодически. При заполнении более чем на 2 третьих объема содержимое ямы выкачивается машиной осенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина. Нормы установки в туалетном участке крайне простые. Я вам сейчас перечислю, и вы это запомните. Ничего сложного нет. Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой. Необходимо ограничить возможность загрязнения. Нормы такие. До источника воды озера, реки, колодца, скважины и тому подобное должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на вашем участке, и на соседних участках. До подвала или погреба должно быть не менее 12 метров. До ближайшей обитаемой постройки душа, бани не менее 8 метров. До построек, где содержатся животные, не менее 4 метров. И ближайшие деревья должны находиться в 4 метрах. Кусты могут быть в 1 метре. Тут же вы видите сейчас опять же нарушение мое, где я посадил елку в этом году. Прям возле своего туалета. Но у меня погребная яма изолированная. По сути, она подходит под систему биотуалета, потому что там кольца, а внизу плюшка из бетонной жидкости. Которую я сделал, когда у меня остался лишний бетон, туда залили. И у меня, по сути, он изолирован. Друзья, на плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем вашим требованиям. Остальные нормы справедливы для всех типов туалета. До границы участка должно быть не менее метра. Двери не должны открываться в сторону соседнего участка. И при выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра. Выбирая место, где вы будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с соседями, ну и санитарных станций. Если будете строить туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить организацию подъезда машины-осенизатора. Как выбрать объем выгребной ямы, я уже рассказал. На 2-3 человека достаточно полтора куба, на менее, менее. Теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров. Высота 2,20, ширина 1,50, глубина 1 метр. Эти габариты удобны для людей средней комплекции, их можно изменять так, как вам удобно, никаких стандартов нет. Домики для туалетов чаще всего делают из дерева, но это не правило. Он может быть из листового металла, из ДВП, в общем, любые материалы, которые вам нравятся, из профилированного листового металла и даже из пластика. Второй для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным, чтобы не проникали неприятные запахи. Так, не ошибается ли что, кто ничего не делает, я не подумал об этом, и в моем случае выкачивать при наполнении ямы мы будем прямо с парадного отверстия. Ну, так получилось. Что получилось? Теперь немножко о суммах. Сделать туалет самостоятельный или купить готовый? Мой пример очевиден. Мы с моим соседом в свое время решили строить свои туалеты вместе в одно время. Купили кольца, мы с ним одинаково. Сейчас я вам выложу смету за свое строительство, но единственное в этой смете будет разделение. То, что мы сделали с ним вместе, да, первая цена, это вот вверху вы видите, это кольца, это цемент, ну, то есть все, что необходимо было стандартно для того и того туалета. А потом дальше я купил материалы, профилированную трубу, и все это дело начал варить. Он же не стал заморачиваться и купил готовый деревянный домик. И сейчас я вам покажу его вариант и мой вариант изготовления, и что получилось в конечном итоге. Сегодня, на сегодняшний день туалетом обоим уже по 5 где-то лет. Пользуемся мы, конечно, ими крайне редко, когда бываем только на стройке. Ну, вот видите сейчас, какое у них там состояние. Вы все видите сами. Да, вот если бы я не одел балаклаву сейчас и не посмотрелся бы в зеркало, то, наверное, опять сегодня бы весь день я ходил бы как это, да, чертон с углем на носу. На носу сейчас, да, вы это все видели, да, наверное, и мне не сказали, да? На носу такая раскрасочка боевая. Уже по-другому никак. На улице реально холодает к вечеру. Ну, мы строим! Мы сибиряки! Чего нам не строить-то, да? Так, резюмируя, друзья, строить ли туалет самостоятельно или купить готовый, вы все увидели сами. По цене я вам хочу сказать, что это выйдет одинаково, что купить готовый, что сделать его самостоятельно, но тот, который сделан самостоятельно, вы видите, получается намного качественнее. Если в тот деревянный еще и добавить пенополистирол и обшивку, и все это дело смонтировать, то по цене он, конечно, выйдет, мне кажется, даже дороже. Как мы с вами начинали видосик, так же я его заканчиваю. Уже сумерочки, уже вечереет, строительный день подходит к концу, и я хочу сказать, что я сегодня вообще не замерз. Кстати, одному из подписчиков, который мне сказал, если тебе в видео про ворота в минус 13 было холодно, что же ты будешь делать в минус 30? Работать? Работать. Единственное, лексика немножко подмерзает, немного получается не совсем ровненько говорить, да? Ну вот, чтобы вы понимали, морозец. Сегодня я здесь не успел, я сейчас еще леса переставлю. Вот, что я успел сделать, это вот здесь водосточку подровнять. Вот, эту сторону закончил до конца. Получилось, в принципе, это к словам о прошлом видео. Вместе туалет с вами сделали, да, сегодня, и рассказали о нем. Я думаю, кому-то это было полезно. Это я пойму, конечно же, по вашим лайкам. Не забывайте надавить на колокольчик, друзья, потому что колокольчик, и только колокольчик, дает вам информацию о вышедших новых видео. Ставится он возле кнопочки подписаться. Если вы подписались, если вам, в принципе, интересна моя история, около слона кнопочки подписаться, пожалуйста, нажмите колокольчик. А иначе те, кто подписались, ничего больше и не видят. И таких у меня много. Вот, считай, сейчас тысяча подписчиков, да, на канале. А смотрят, это человек 200. Потому что остальные 800 надавили просто подписаться. А колокольчик-то не даванули. Вот они ничего не видят теперь. А есть что посмотреть-то, да? Так-то, в принципе. Давайте следующий видосик мы сделаем. Нет, следующий видосик, друзья, будет секретный. Я вам сейчас не буду рассказывать, не делать никакого спойлера. Просто ждите среды. Ждите среды. Среда, она все покажет. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в минус 30. Сибирь. Строим дом своими руками и только своими. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok